Девушки отдыхают Девушки отдыхают Скоро поедем Привет! Привет! Как дела? Собрался уже? Почти готов Все рекорды по снегу бьем А ты что хотел? Даже в Краснодаре зимой снега по колено было Так а смысл вам туда переезжать? Там по колено, тут по колено Ага Тут по горло Димка, это он завидует нам Кто тебе мешал тоже подать на перевод в управление? Уехал бы завтра с нами в Краснодар Да нужен мне ваш Краснодар Завидую, завидую Только не этому Уберуйте! Ларина! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну почему я должен переводиться? Отправят куда-нибудь к черту на рога. А у меня тут семья. И что ты тут с ними останешься? Почему? Со мной. Плюс я уверен, нам наверняка новых ребят пришлют. Это же Сочи. Нам очередь выстроиться. Да? Ну просто у нас такая хорошая команда сложилась. И что ж такая хорошая команда не приехала ко мне на помощь, когда у меня командир под водой потерялся? Мы хотели. Но кто-то вам запретил, да? Видимо, надеялся, что Грек там и сгинет? Это неправда. Игорь, не поэтому. О, вот и оно. Да ладно тебе, будь повежливей. Он же командир. Командир-то он временный, пока Грек в больнице. Здравия желаю, товарищи командир. Вольно. Мог бы хоть после похорон не паясничать. Клоун. Что по овине? Еще сигналы были? Пока только та группа лыжников. Больше вызовов не поступала. Объекты все в районе проверили? А здесь метеостанция была? Солнечная? Точно здесь? Да, вот вчерашние фото со спутника. Так, выясни, сколько их там дежурило? Есть. Дима? Дима! Не кричи, пожалуйста. Борь, ты тут? Что случилось? Завалило нас, похоже. А Дима? И связи нет. Дима где? Дима! Дима, шли! Ну что ты сидишь? Помоги мне. Извини. Тут я тебе не помощник. Ну конечно, зачем мне помогать, когда можно просто сидеть и смотреть, как Димка умирает? Я не могу. А что ты вообще можешь? Ничего ты не можешь. Слабак, потому что не всегда им был. Лена, посмотри на меня. Игорь! Касанский, Игорь! Чего там? Лавина большая сошла, Лыжников накрыло. Все горные отряды туда брошены. Наша задача – откопать метеорологическую станцию. Там двое сотрудников в бытовке застряло. Примерная точка у нас есть. Времени у них больше, чем у Лыжников. Я с вами поеду. Не доверяете мне? Меня Ежов сам назначил. Думаете, я с отрядом не справлюсь? Спокойно, спокойно, Игорь. Никому даже и в голову не может прийти, чтобы ты не справился. Ладно, дуй. Информацию всю я скину. 32.15, на выезд. Пузыря возьмите. Да, спасибо. Похоже, у меня плечо вылетело. Ладно, я сама этот холодильник подяну. Лучше плечо мне вправь. Тогда помогу. Как это я вправлю? Я не умею. Борь, ты что? Я научу тебя. Это просто... Что ты боишься? Ну, в крайнем случае, руку мне оторвешь. Ну зачем? Ради чего мне тут лежать? Лежать? А смысл? Это приказ. Можно? Да. Юль. Юля. Вот посмотри, какой у нас доктор симпатичный. Ты бы меня забрала, а то мало ли чего. Чего, ж на вывервется? Я уже обещала привязать его. Ваш организм перенес жестокий стресс. Пульс до сих пор учащенный. Лежать. Юп. Угу. Да. Ну, вы меня хотя бы на поминки вечером отпустите? Нет. Только недолго. Ну, конечно. Ушла? Юль, я не могу, у меня пролежни будут. Я понимаю, Саша. Только вот на поминки тебе совсем нельзя. Как? Ну... Я на похоронах не был. Я хотя бы на поминки должен приехать, ребят поддержать. Ты сама сказала, я им нужен. Да. Кому-то очень нужен. Да кому-то совсем не нужен. Ты про Игоря? Ну да, он за Ноза обиделся. Но ничего, отойдет. В смысле, ты... Ты думаешь, это Касацкий? Да нет, конечно, я... А-а-а. Значит, думаешь. Да я не знаю, что думать уже, Саша. Что мне теперь, на работу не ходить? Ну, во всяком случае, у тебя есть возможность подойдет отлежаться, пока волшин копает. Юля, от судьбы не убежишь. И не улежишь. А у тебя приказ лежит. Выезжали из лета, а тут зима. На этой высоте всегда зима. По координатам она где-то здесь стояла. Угол наклона здесь 30 градусов. Отсюда идем вниз и работаем в этом секторе. А дальше там угол резко меняется. Да там почти отвесно. Поэтому ищем тут. Если бы Товка с обрыва упала, значит, живых там уже нет. Там вообще-то может вторая лавина сойти. Да что ты говоришь? Правда? Может, тогда по домам? Я к тому, что можно кого-то в стороне оставить. На случай, если нас тут засыплет. Кешу, например. Нам же врач пока не нужен. А может, мы не будем приказы оспаривать? Сейчас не нужен, а потом бац и нужен. А если будем еще время терять, то врач нам вообще не понадобится. Давайте договоримся, в какую сторону бежать, если вдруг лавина. Чего договариваться? Поперек склона. Хватит болтать. Доставайте зонды. Ищи. 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 Люди чаще всего гибнут при попадании под лавину. Неужели от параллельных зондов? От кислородного голодания. Дыхание провоцирует нарастание ледяной горки, которое препятствует поступлению кислорода. Шаг. Укол. Соня, ты прям как из учебника шпаришь. Я же училась не так давно. Ну как вы шагаете? В одну линию надо. Да это ты просто торопишься. Делай шаг короче, а то пропустим. Так, подожди. Давай, я с краю. Оборобь, взянься по мне. Давай, давай, давай. Пузырь. Давай, шаг. Пузырь. Ты чего, нашел? Зонт, оставь здесь. Упрись ногами. Вот так? Так. Теперь держи меня за руку. И тяни. Только не дергай, а просто сильно тяни. Пока не оторву. Или пока сустав на место не встанет. Давай. Сильнее не бойся. Я не могу. Тебе же больно. Маша, ты там не торопись, я тебе сейчас помогу. Давай. Давай его пока внутрь отнесем, да? Да, давай сначала внутрь. Эй, бойцы. Привет, папа. Это что у вас там? Откуда дровишки? А, ну если это вы стырили у генерала Ежова, то молодцы. Ну да, мне уже не по годам горох в магазинах воровать. Вот перешла на крупногабаритную технику. Николай, вы не переживайте. Это Сергей Сергеевич договорился, чтобы нам на вечер дали на поминки. Ну, это другое дело. Тащи. Ребят, надо на Есенина сгонять. Там в гаражах кто-то стучит и орет. А что, полицию не судьба вызвать, старик? Может, там что-то криминальное, а тут мы нарисуемся? Вызов нам поступил. А там на месте, если надо, вызовешь полицию. Там бабулька какая-то позвонила, она боится туда подходить. Ладно, я тебя понял. Семечкин, давай тащи, прячь награмленное, а потом за снарягой смотаемся на вызов по-быстрому. Есть. Вить, ну ты же потом настроишь мне его, да? Ну, конечно, настрою. Если меня бандиты не убьют. Где-то здесь. Да нет тут ничего. Ну, что он лаял? Ну, идем-то скорее дальше. А что, Кеша, домой торопишься? Вообще-то у нас сегодня вечером поминки еще. И да, я хотел перед этим заехать в больницу. Зачем? Да я обещал-то вам парнишке с аварии. Лене, чтобы помогу устроиться его на работу. Но я хотел навестить Грека еще. Навести, навести, обязательно навести. Ладно, все, хорош болтать. Дайте, пасы. Нашел! Все замерли. Тут есть. Здесь нет. Здесь нет. Есть. Есть. Так, ну это дико-снегоход, судя по размерам. Девушка могла на нем приехать. Ее завалило. Лежит там придавленная. Давай копать, а ребята пусть дальше идут. Надо всем идти дальше. Не надо здесь ничего копать. Надо идти искать бытовку. Здесь, под снегоходом. Если кто-то и есть, то его уже нет. Ну все. Кеша, что? Мы людей под снегом не бросаем. И хватит спорить тут. Иди смотри, лови. Мониторчик лон. Иди смотри. Иди смотри. Иди смотри. Иди смотри. Все. Что все? Получилось? Конечно. Молодец. Кстати, не хочешь объяснить, за что ты меня слабаком обозвала? Давай уже скорее сдвинем этот чертов холодильник. Димочка. Надо бы голову забинтовать. Только где теперь аптечка? Отвернись. Отвернись. Ну и что? Где здесь так называемые злоумышленники-бандиты? Да, вроде никто не кричит и не стучит. Ну давай сами покричи. Может кто откликнется? Нет, Николай, давайте мы с вами кричать не будем. Вдруг бандиты труханут, еще бахнут нам в кого-нибудь. Семечкин, ты б поменьше телевизор смотрел. Я Николая телевизоры не смотрю. Я их только ворую. Слушайте, давайте просто вот как-нибудь аккуратно вот здесь пройдемся, послушаем, вдруг что подозрительное будет. Ну прям шпионские страсти какие-то. Нам одной Юли не хватает. Я здесь! Тут есть кто-нибудь? Ой, да, я здесь! Ты здесь? Я здесь! Ты здесь одна? Ну одна, конечно, меня забили. Я тут стучала, кричала. Давай, Балгат. Сейчас, сейчас. Сейчас мы тебя откроем. Там внизу что-то твердое. Ну так доставай скорей. Сузырь, ты можешь заткнуться? Не хами ему. Ну, елки-палки. Так и знал, что все время коту под хвост. Ты что, сейчас поприкалываться решил? Ага. Ящик придавил. Орет-то как. Ой, ты мой сладкий. Ну, хоть кого-то спасли. Соня, отнеси его туда, где снегоходы стоят. Остальные по местам. Зондируем дальше. Черт, ну почему именно аптечка должна была пропасть? Ну так объясни уже, почему я слабак. Холодильник вон, поднял. Руки у тебя сильные. А чувства слабые. Какие я чувствую? К тебе? Например. Не захотел с Димкой потягаться за меня? Сразу лапки вверх. Не надо, так не надо. А как я должен был тягаться? Ты же написала, что сделала выбор. Я должен его уважать. Ладно. Я уважаю. Когда это я тебя писала? Нашла? Умничка. Давай сюда. Борь, где я писала такое? Сообщение прислала на телефон. Димочка, ты как? Болит. Бинта считай нет. Это я, дурак, весело извел, когда ногу поранил. Где Болит? Где? Это тебя холодильником пришибло. Ничего. Держись, старик. Будем надеяться, что внутри все цело. Главное, спокойно лежи. Лен, ты что делаешь? Лен, ну что ты устроила? Хватит. Все равно через такое окно не вылезешь. Я эту палку наверх просуну. Она будет в снегу торчать, и нас найдут. Нас ищут наверняка. Конечно, ищут. Только швабра слишком короткая. Ничего, я ее повыше. Да что ж, вынимай осторожно. Сейчас, погоди. И бинта нет. Дим, потерпи. Я дам ему обезболивающее. Ух ты, господи. Нормальные люди под лавинами умирают от удушья или от холода еще. А у нас вот какое-то кровавое побоище. Есть. Отлично. Спасибо, спасибо, я побежала. Ой, а вы не просто так. Вы спасатели, да? Конечно, мы спасатели. Мы специально приехали тебя из беды выручать. Здорово. А пойдемте со мной, пожалуйста. Куда пойдем? Полицию надо сюда вызывать. Зачем полицию? Ну как зачем? Это незаконно. Людей в гараже запирать. Ты мне брат запер, Вадик. Чтоб я ему не помешала. Пойдемте скорее. Так, куда пойдем? Что он собрался делать? Он котику хочет испытывать, а я ему не давала. Так может, котика сам не против? Я против? А ты же и мой кот тоже. Пойдемте скорее. Ну все ясно. Поехали, машина. Слушай, только не ясно, как они кота хотят испытывать. На прочность, что ли? Да не кота. Они с Тохой изобрели какой-то реактивный парамобиль. С баллоном. А котика у них пилот. Поехали скорее. Пилот хорошо, а вот баллон намного хуже. Нет-нет-нет, дорогая, сегодня я за рулем. Все, дальше склон пошел. Может, она все-таки вниз улетела? Не факт, может, просто слишком много снега. Что ты говоришь? Надо шушку копать, а из них уже прокалывать. Может, тогда и достанем. Вот. Так сразу надо было. Ну давайте сейчас пообсуждаем, как надо было, как не надо было. Копаем шурфы на расстоянии пяти метров. Поперек склона. Вы двое там, мы и Соня тут. Открывай рот. Аккуратно глотай. Вот. Вот, вот. Сейчас полегчает. Зима. Зимочка, ты что сделал? Что ты ему дал? Мышьяк дал. Решил вот за тебя с ним потягаться и отравил. Шучу, Лен. Куда мне? Я же слабак. Просто поперкнулся водой. А в его состоянии даже от кашля отрубиться можно. Ленка, нет. Не ложись. Давай, давай, поднимайся. А! Ну почему? Мы выдыхаем углекислый газ. Он тяжелее воздуха. Внизу его больше. На холодильник сядь хотя бы. А Димка как же? А Димку лучше не трогать. Мы же не знаем, какие травмы у него. Сколько же нам таких надо еще выкопать? Как пойдет. Как пойдет? Отличный ответ. Это, говорит, наш самый опытный лавинщик. Не побоюсь этого слова, командир. Ребята, мне кажется, что-то нашла. Это трос от громоотвода на крыше бытовки. Молодец, Соня. Так, все копаем вокруг. О, ну вот и очнулся. Дим, как? Уже не так больно? Вроде получше. Лен, тебе плохо? Нет. Дошновато. Это да. А что ты говорил про сообщение? Ну, то от меня. Боря, прости, я выбираю Диму. Надеюсь, ты примешь мое решение достойно, и мы никогда не будем его обсуждать. Я, как видишь, принял вполне достойно. Более чем. Только я этого не писала. Да ну. И Диму не выбирала? Так, ты же сам. Ты тогда уезжал на переподготовку и написал мне, чтобы я не вымучилась. И пожелал мне с Димой счастья. Какой я, оказывается, великодушный человек. Вон туда, по мосту. Там у них дорожка вдоль реки. Они по ней запустят эту штуку. Может, сначала без него? Какой сначала? Это же одноразовая модель. И Котика тоже одноразовая. Да что ему будет в клетке-то? Зато прославится. Собак тоже в космос первый мы запускали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима, друг, кончай прикидываться. Ты ничего не хочешь нам рассказать? Слушайте, вам не кажется, сейчас не лучшее время для всех этих объяснений, а? Может, и не лучшее. Но другого, похоже, не будет. Ну-ну, Ленка, не вешай нос. Дима, говори. Ладно, хорошо. Это я написал. Еще было свои телефоны раскидывать, где попало. Еще пароли, как у детей. Мы же не думали, что ты у нас такой талантливый. Я тоже не думал, что вы на такое поведетесь. Пошутить хотел. Но это же свинство. Это подло. А нас обоих динамит не свинство. Просто помог сделать тебе выбор. Вот и все. Только надо теперь из себя строить. Она тебя не слышит. Ну, вот и конец. Есть. Нашел. Вот она. Ура. Погоди, Соня. С живыми достанем, будет ура. Копаем. Копаем, копаем. Лавина. Уходим. Уходим, уходим. Ребята. Бегите, я тут сам. Да какой сам? Уходим, тебе сказали. Давай, вперед. Соня. Соня. Давай, сошла. Теперь точно конец. Да я сам хотела его вытащить, а тут они. Не, не, сотрудники МЧС. Я бы кочки не бросил. Ага. И сам взорвался, да? Ну и взорвался. Бой. Так, юные следователи, слушай меня внимательно. Все это, конечно, хорошо. Научное открытие, это прекрасно. Только вот жестокое обращение с животными и незаконное лишение человека свободы, это все статья. И не в журнале «Наука и жизнь», а в Уголовном кодексе. Ясно вам? Да понятно. А мы к вам все в машину поместимся? Все поместимся. Только сначала вам небольшой приз от МЧС. Зачем? Когунки собираем. Зачем? Молодец. Тебе бы экологом быть, а не инженером. Ой. Мама. Я пошел за мусором. Я тоже. Вадим, стоять! Так, Витя, нам, по-моему, пора. Точно. Спасибо вам большое. Ну, отыщи свящей. Надо было не остаться. Я бы откопался. Бипер дай. Ты чей сигнал хочешь поймать? Ой, уже нашла. Вот здесь. Ну, ты голова, Сань. Когда успела и трос привязать, и бипер засунуть? Так, пять секунд. Молодец, молодец. Давайте, копайте дальше. Справа. Тут окно. Да осторожнее ты, под ним люди могут быть. Видно там кого-нибудь? Эй, люди! Мы здесь. Решетку надо вынуть. Давай болгарку. Потерпите, сейчас мы вас вытащим. Состоянием людей не хочешь поинтересоваться? Вас там трое. Травмы есть? Полный набор. У Димки голова разбита. Ребра, кажется, сломаны. А что с ней? В обморок. Лен. Лен, давай, скрывай глаза. Вы ее сильно не трясите. Я сейчас спущусь, помогу. Вы сами-то как, целы? Сам-то яглубцом. Вы бы лучше в сторону отошли. Сейчас мы тут пилить будем. И, Федор, тебя это тоже касается. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Димку тоже достали Да отпускай уже! Чего ты в них вцепился? Может я боюсь, что ты меня тут бросишь? Давай, с мешком прикопаю Давай! Еще! Еще и раз! Давай! Давай! Сейчас Юля, аккуратнее с проводом! Да, да! Если что, то телевизор я подключил, бомбы здесь нет. Очень смешно. Только бомбы нам тут не хватает. Это точно. Слушай, Вить, а я тебя спросить хотела, что это за история с этим видео, из-за которого Игорь так на тебя обрадлился? Дурацкая история. Нефедов нашел в сети, как Касацкий в театральный поступает. Зря я тогда это все представление устроил. Слушай, она у тебя сохранилась? Можешь мне прислать? Я не покажу никому, честно. Вить, а Грек? Даже Греку не покажу. Хотя, скорее всего, он его уже видел. Молодцы. На пять сработали. Ага, спасибо. Ну ты тоже молодец. Эпкий пузырь. Молодец. Ладно, поехали. Ну помимки же надо успеть. Так, ну в сознание пришел уже отлично. Так, значит у него два ребра как минимум. Ну и внутреннего кровотечения, судя по всему, нет. Все. Ага. Разберемся, там скорая внизу ждет. Кстати, вы куда его, в четырнадцатую? Ну да. Слушай, мне тоже туда надо. Возьмете с собой? Да, давай. Но только в следующую сядешь. Отлично. Басику у меня потом заберешь. Тебе, наверное, с Димой надо поехать? Наверное. Я уже сама не пойму, что мне надо. Это за тебя никто не решит. Да уж. Больше за меня решать никто не будет. Мне можно с ним? Лена, не надо. Ты давай лучше вещи собирай. И поезжай однозавтра в Краснодар. Ну а меня как подлатают. Посмотрим, Дима. Что смотреть-то? Нас в управлении ждут. Надо валить отсюда. Подальше от гор, лавин и дураков. Правильно, Дима. С дураками тебя не по пути. Здоравливаю. Лен. Лен, ну а ты что? Лен, поедешь завтра? Нет. Я тоже дура. Останусь тут. Лен! Лен! Лен. 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 Говорят, у него жена совсем молодая. Ужасно. Слушай, Зоя, может ты не пойдешь, а сама расстроишься, мелкого расстроишь. Сереж, ну как я не пойду? Я же его знала. Ну это неправильно. Да просто я не хочу, чтобы ты смотрела на Варю и… Представляла себя на ее месте. Я и так каждый день это представляю. Не волнуйся. Ты просто не думай об этом. Как можно об этом не думать? Так, ладно, все. Идем? Я все готов. Да. Трость возьми. Э, нет, нет, никакой трости. Ну что за новости? Мне-то не придется много ходить. Ну пока мы до туда дойдем. Чем она тебе мешает? Солидности придает. Бери. Меня от этой солидности уже тошнит. Да пойми ты, ребята и так в упадке духа. Один командир погиб, другой в больнице, третий на костылях придет. С тростью. С тростью. Ну а если ты будешь при каждом шаге корчиться от боли, это приободрить твоих ребят? А с чего? Не буду я корчиться. Давай без разговоров. Валечка, я к вам. Опять кого-то мне привезли, Иннокентий? Валечка не привез, а привел. Суперского медика. Он, собственно, и горел, и тонул. И, в общем, он работал в Красном Кресте. Ну, вы сами понимаете. Ого. И где вы такого нашли? Да он нам помог очень сильно недавно. Совершенно случайно оказался там на дороге, где авария была. Да, знаю. Соболезную вам. Так это вы оказывали помощь девочке из грузовика. А откуда вы знаете? А она у вас? А как? Все хорошо, идет на поправку. Хотя, если бы не вы, все могло быть гораздо хуже. Ну, знаете, как это бывает. Везут, лишь бы привезти. А там уже сделать ничего нельзя. Бьешься, бьешься. Спасибо. Так приятно видеть неравнодушного врача и такого красивого. Вы не подумайте, я это говорю не за тем, чтобы вы меня на работу взяли. Угу, угу. Ну, собственно, вот я о чем. Возьмете к себе парня? Ну. Вы прогадаете, да? А правда, а как вы узнали, что это я девочке помогал? Ну, мне один пациент рассказал. Угу. Куда? Александр Викторович? Вот, Лень, наш, ты пострел, а? Ну, я сейчас самую. О, ребят, привет. Про этого доктора я вам говорил. Знаете что? Если вам недорого, ваше здоровье. А если недорого, вы меня отпустите? Нет. Кеша, забери ты меня. Мне на поминки надо. Валюш, ну уж так, не свирепствуйте. Все-таки командир отряда, и ну ему нужно там быть. Ну, мы его на такси отвезем. Туда, обратно, быстренько. Ну, мы на пожар же едем, в конце концов. Да у вас вечно какой-нибудь пожар. А с нами вот Леня поедет. Он за ним и посмотрит. Лень, ты же поедешь помянуть майора? Ваш майор отличным спасателем был. Валентина, ну, с вашим пациентом два медика будут рядом. Ну, доверитесь нам. Ну, как не растопить ваше сердце? Не два, а три. Три. Вы еще нашего Прохора унивили. Спасибо, мне вас достаточно. Ладно. Забирайте. Есть. Под вашу ответственность. Да, все супер, бабушки. Спасибо. 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 Вот. Соня, осторожней. Здесь провод с телевизора. Саня, ты как? Может, тебе таблетку принести? Нормально все. Вы обо мне печетесь больше, чем моя мама. Мы за тебя перед Валентиной в ответе. Да уж, ты не посрами Леню перед Валюшкой-то. А может, это любовь с первого взгляда, а? Ну что, друзья, давайте уже за стол присаживаемся. Вы держитесь. Я еще вам дойду. Я пойду. Вот зараза. Докопалась до нее. Кто докопался? До Машка. Интервью с несчастной вдовой. Не стыдно ей такого материала? Ой, в салфетке же в машине. Сейчас. В больнице у капитана Грека сегодня был. Он, кстати, уверен, что никто из отряда не мог убить майора. Ну, разумеется. Это теперь его отряд. И он за них будет стоять с горой. Даже за этого Касацкого? Ну, сегодня вполне спокойный Витя. Может, у него биполярка? Нет, скорее, подвижная эмоциональная система и обостроенная самолюбие. Вы знаете, один наш сотрудник, Витя Семечкин, нашел про Касацкого в интернете видео. Как тут поступает в социальное училище? Так вот, Касацкий ему за это отомстил. Хотя на видео ничего такого не было. Как отомстил? Стал встречаться с девушкой, которая нравилась Витя. Угу. Да, я понимаю, это не преступление. Но, однако... На звоночек. Ребята, ну идите уже за стол. Хватит бегать. Давайте помянем Валеру. Сидеть. Спасибо вам большое за... За теплые слова. Не знаю, может ли он нас сейчас слышать, но... Знаю, что для него это было бы очень важно. Валера был очень светлый человек. Мы с ним хотели уехать, но он на самом деле не хотел, он только из-за меня. Он бы скучал по вам, по всем. А я скучаю по нему. Земля пухом. Валера. А теперь... Я бы хотел, чтобы мы посмотрели видео. Маша специально сделала ролик в память о нашем... Валерия Аркадьевича. Валерия Аркадьевича. Он же специально ездил в акварию. И они отобрали фотографии специально для этого вечера. И они отобрали фотографии. Валерия Аркадьевича. Хотя вы видите Roman. Валерия Аркадьевича. Валерий Аркадьевича. Если бы мы тор verder. Валерия Аркадьевича. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Маша Да, спасибо Может, кто-нибудь еще хочет сказать? Я скажу, с вашего позволения Мы с Валерой очень давно вместе В одном отряде В одном подразделении Что? Что? Сидеть! Лога под столом! Все многие поднять! Уперлись! Слышишь меня? Отрубился! Да! Так, отрезавец! Что с фазой? Откуда? Отключил! Срочно скорую вызывай! Он жив? Да жив, жив! И пока ждем Постарайтесь вспомнить В какой момент под столом появилась вода Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не-не-не-не-не-не Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА